Добрый день, друзья! Я, быстрый олень, вновь с вами. Сегодня 11 июня, предпоследний день фестиваля российского кино в Торонто. Сегодня круглый стол, где известные режиссеры, актеры будут общаться с журналистами и отвечать на вопросы. И я надеюсь показать какие-то интересные моменты этого круглого стола. Эти элементы, которые мы обязаны выполнять. Для того, чтобы представить канадских режиссеров и актеров на международном уровне. И прежде всего, это позволит увеличить бюджет, то есть сделать фильмы более привлекательными, потому что, соответственно, бюджет на совместное производство будет больше, чем на просто фильмы. Unlike William, we're at state level, as in subfederal agency. То есть, это корпорация, которая занимается продвижением и развитием проектов, но только на провинциальном уровне. Если фильм занимается этим на общегосударственном уровне, ОНДС занимается в провинциальном уровне. Наш фестиваль, кроме фильмов и встреч со зрителями, имеет еще пять информационных программ. Сегодня состоялась вторая, после мастер-класса Славы Роса, который прошел вчера. Сегодня был круглый стол по проблемам российского кинематографа. И во время этого круглого стола был показан фильм о том, как делалась Сибирь, Манэмур, Слава Роса. И на все очень интересный разговор провела Ирина Павлова, директор русских программ Московского международного фестиваля. Она говорила о фильме, о тех фильмах, а это, конечно, большой секрет, о тех фильмах, которые сейчас будут показаны в русской программе Московского международного фестиваля. Но об одном фильме она все-таки рассказала. Это «Марцефаль». Фильм «Марцефаль». И этот фильм был сделан в конце 90-х, и только сейчас он выйдет на экран. И она говорила, что это совершенно невероятная комедия. И вот нам передался такой секрет будущего показа на Московском фестивале. «Марцефаль». Это был последний сценарий, написанный совсем молодым, когда он умер, с маленькими копейками, Сереже Добротворского. Знаменитейшего критика, который только начал карьеру сценариста, только начал и умер. А сценарий был гениал. Главное в этом фильме, главная беда этого фильма, то, что он для своего времени должен был стать прорывным. Но режиссер, клипмейкер, он в себя, мне кажется, не очень поверил тогда. Может быть, поэтому сейчас он выгрыз зубами и закончил картину, а мог же тогда закончиться. И это был бы большой праздник тогда в кино. Может быть, все бы кино повернулось в другую сторону, но не повернулось. Вообще, история не знает сослагательного наклонения, и Господь Бог, он не фраер, он знает, что он делает. Может быть, тут какая-то есть его своя правота. Но факт остается фактом. Сегодня таких смешных текстов и пишет никто. Сегодня смеются над тем, что кто-то пукнул, приподняв задницу, извиняюсь за выражение. Это и есть юмор. А там слова, там игра слов, там блеск. Я появился у меня на фестивале сейчас вот эта картина, которую видели три человека. Я говорю, что я, режиссер, и мой муж, который вечно... Еще она говорила о том, что сегодня детское кино... Был задан вопрос у аудитории, что детское кино сегодня какое-то очень странное, что маленьким детям его непросто смотреть, иногда даже вредно смотреть. Вопрос от «Быстрого оленя». Вот, очень много драматических фильмов. А вот лирика, ну, сказки, что такое вот сейчас есть? Вы знаете, что? Вот я могу сказать, что я очень уважаю советское государство за одну вещь. Вот за все вещи я его очень не уважаю. А за одну вещь я уважаю его очень. Оно крайне заботилось о том, чтобы население соответствовало поставленным задачам. Чтобы население было, идти его, мать, извините за выражение, здоровым. И поэтому была для детей ежегодная диспансеризация. На работу без флюорограммы не принимали. Учили в школах как следовать. И если я не поведу 1 сентября ребенка в школу, даже если я ему найму 120 гувернантов, ко мне придут представители РАНО и скажут, лишим родительских прав. Понимаете? В частности, о подрастающем населении заботились, отпуская на детское кино, адские деньги. Сказать адские, не сказать ничего. Самое дорогое кино в стране, это было не военно-патриотическое, потому что армия давала все на халяву. И танки, и солдатиков. А солдатики сами были радехонькие, им дашь шоколадку, они сейчас. Ну а чего, сами снимали солдаток. Я знаю, притащишь мешок шоколадок им на съемочную площадку, да они тебе из шкуры вывернутся на изнанку. Дети же сладкого хотели. А деньги им все равно никуда тратить в казарме. Так вот, очень заботились о детях. И сказки должны были, во-первых, а, быть качественными. Сказки должны были сеять разумные, добрые, вечные, обязательно. И рассказывать, как хороша страна моя родная. Что сегодня за сказки смотрят наши дети? Я, извините, я бабушка пятилетней мучки. И как-то я щелкаю для нее, чтобы развлечь ребенка. Вот у меня волосы вот так вот встали на голове. И мы с ребенком вдвоем, рыдая волос, умотали от этого телевизора. Там шла сказка. Это была русская, русская сказка. А американские там еще страшили. Так вот, опять-таки, сегодня режиссер, снимающий сказку, хочет понравиться 25-летнему коту, а не пятилетнему ребенку. Ему неинтересно разговаривать с пятилетними. Вот почему-то Александру Роу великому или Александру Птушко гениальному хотелось понравиться всем. Детям, родителям. Он хотел, чтобы в зале все сидели и никто не выходил. У них не было спецэффектов. Они слово компьютер не слыхали в жизни. Я сегодня до сих пор не могу понять, взрослая тетка, прошедшая огни и воды, как эти у них летают, как это у них взрывается, как из одного другое делается. Когда я сегодняшнюю смотрю очень крутую компьютерную графику, я ее на раз отмечаю от живого экрана, а там не отмечаю. Почему? Это к вопросу вот о чем. Сказку, вот сейчас сделал Галустян, что ли, сделал? А Канцева? Ну да, ну да, ну да, ну да, большая красота. Вот это да, это сказка. То есть там, чтобы мат-перемат, чтобы все друг друга перетрахали желать. Такие отношения. Да, 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 да. Хотя бы программу эту просто... Ну и там не было. Немножечко, немножечко голубых отношений. Извините, если кто не полит... Я политкорректная, я ко всем хорошо отношусь. Но я не считаю, что детям надо об этом рассказывать запеленного. Я не в курсах. Не как кинокритику, а как мамаши и бабушки, просвещенные нынешние молодые режиссеры, говорят, ну что вы, там такой медленный темп по ритм. Так может и надо детям-то медленный темп по ритмам. Может и надо, чтобы у них в голове что-то... Можно им повторять много, а она тоже обрагает. Да, чтобы в башке застревало что-то. Чтобы сердце... Когда сидит ребенок и горючими слезами ревет перед телевизором, это неплохо, это хорошо. Ребенок должен плакать. Он должен учиться жалеть. Потому что если он вырос, и ему никого не жалко, то мы очень пожалеем о том, что он вырос. Понимаете, это простые вещи. Почему их нет, я не знаю. Ну то есть сейчас денег на детское кино это не может быть? Ну выделяют, 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 так надо с копейкой обещать. И требуют, чтобы были большие кассовые сборы. Это очень детское кино, очень дорогое. Гарри Поттер в миллион раз дороже любой, там любого спасти инженера, рядового Райана. Поверьте мне. Хотя Райан тоже не дешевое кино. Но взрослые и так заребут, если им надо. А не надо, так и выплючит или из зала. А дети должны получить все по большому счету. Ну а что дети можно показать? Что из сегодняшней ночи? Ну почему? Вселенные. Ну у тебя, имейте мультики. Мультики, да. Мультики, да, мультики еще можно. Но вы знаете, я вот тоже все-таки предпочитаю показывать не это, где богатыри такие слегка полудурки и ай-н-н-н. А я предпочитаю все-таки серую шею девочке показывать. Вы что, извините? Она сидит и вся в соплях и говорит, мама, они ее съедят. Мам говорит, смотри, смотри. Ну скажи, съедят ли? Вот, пусть плачет, пусть спрашивает, съедят серую шею. Отвечаю на вопросы о сказках. На вопросы о добром кино. Вспомните, откуда брались фильмы Рязанова. Они брались из сценариев Рязанова-Брагински. Давайте будем, опять-таки, честными сами по отношению к себе. Вот, был кинематограф пары Аллах и Наук. Был Тим, был Верка. Вы все это наизусть помните. Сцена игры в карты Корзухина и Черноты в исполнении двух гениев. Это мировая классика. Ее можно вырезать, отдельно показывать в школах актерского мастерства. Кому удастся хотя бы к ней приблизиться, ребята, этого парня смело можем брать в Голливуд. Умер Аллах, который всегда казался на втором месте. Где-то сидел всегда сзади, толстый, мягкий, некрикливый. А был такой, всегда казалось, плавным был брутальный на уму в красавице. Такой весь из себя. Где-то на уму оказался. Ну. Ушел из жизни Брагинский. Эльдар Александрович сам пишет себе сценарий. У него получается почему-то хуже. Не потому, что Брагинский был талантлив. Уже их было два, и один мог другому сказать, элик, ты идиот. А сегодня такой, элик, ты гений, ты гений, ты гений. И не подпрыгивать на стуле. Нельзя человеку с утра до вечера говорить, что он идиот, но нельзя с утра до вечера говорить, что он гений. Человек должен понимать про себя правду, а не то, что хочется видеть и слышать. Ну, в общем, я нарисовала довольно грустную картину, понимаете. И если сегодня, если когда-то советская власть приказывала... У меня муж был главным редактором мастерской первого экспериментального фильма. До того, как начать собственную режиссерскую карьеру. И первой его работой, редакторской, был фильм «Порох» Виктора Аиста. Они снимали его долго. Они сидели на площадке. Они закапывались, вот как Петя Зайченко, в ледяную воду зарывались. Вырыли воронку от снаряда глубиной в пятиэтажный дом. Побросали туда моряков. Ну и сами туда попрыгали. И попытались вылезти, чтобы не было фуфла, чтобы нельзя туда должно быть вылезти. Они попробовали, увидели, что нельзя, их на веревке вытащили. А моряки стали карабкаться, потом в песку и сваливаться. Это заставили вылезать. Они выли волками, и режиссер, и его товарищи. Волками. И таких поправок было сорок. Сорок, сорок кусков важнейших заставили вылезать из фильма. А потом показали фильм без этих сорока любимых кадров. И он выдержал. Фильм выдержал. Понимаете? С таким запасом прочности снимали кино. Так хотели сказать. Столько в душе имели. Сегодня попробуйте сорок любимых кусков из любого фильма вырезать. Даже из самого любого. Чего от него оставили? Ничего. Серва. Вот, 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 вот. И когда сегодня, говорят, была советская власть, которая душила. Да, душила, но не до конца. Сегодня власть продюсер. Она тоже душит. Тоже не до конца. Умей сопротивляться. Умей сказать нет. Умей сказать, уйду с площадки. Умей отказаться от денег. Умей много простых вещей. Если ты хочешь быть художником. Но ты хочешь быть не просто художником, а богатым и знаменитым. Купить квартиру на Майами. Да-да-да-да-да-да-да. Купить жене шубейку. Вот, и колечко нападает. Думай сперва про кино, а потом про шубейку для жены. И будет тебе счастье. Для жены не будет. А вот это, что это ничего.